Приветствую, друзья! Экстренное включение с орбиты Марса. Как раз пролетал там. Тут один из зрителей прислал новость о новинках. Дело в том, что вышел каталог 2K20 от ICM. Та самая фирма, которой я успел собрать Ляйх Трактор, скоро дособираю грузовичок и прочие модельки. Так вот, скажу сразу, чего-то невероятного не анонсировано. Хотя нет, пару новинок действительно удивили. Давайте сразу начнем с вкусняшек. Масштаб 1.35, пластик. Анонсирован легкий французский танк FHM-36. Немного похож на пончик, который сверху намазали сахарной глазурью. Сперва я подумал, что может появиться в дальнейшем целая ветка французских танков. Но потом я вспомнил того же Ляйх Трактора. Их объединяет то, что они довольно редкие и малосерийные. Если так, то может стоит ожидать и другие редкие ЛТ от других наций. Можете написать, что вам приходит на ум. А я бы хотел увидеть что-то японское или советское. Для любителей немецкой техники, также редкий четырехколесный броневик Зондер Крафт Фарцойк 247 в командирской версии. Немного дичи. Боевая машина реактивной артиллерии на шасси британского грузовичка. Смотрится довольно забавно. По самим британцам еще один грузовик планируется. Но как-то они мне не особо интересны. А вот что интересно, так это пожарка АЦ-40 на шасси Зила-131. Напишите в комментариях, кто не видел такой грузовик в реальной жизни. Собственно, эта пожарка также станет частью тематических наборов. Нет, не по Сталкеру, а по Чернобылю. Будут новые фигурки, ликвидаторов, солдатов, подставки для диорам и что-то в этом роде. Элементы этих наборов, впрочем, можно использовать и для диорамок по Сталкеру. В первую очередь речь идет о технике. Последнее, что мне понравилось из 35-го масштаба, это вот этот броневик на шасси Форда Т. С вооружением в качестве одного пулемета. Прикольный кубик-рубик. И фигурки к нему можно отдельно прикупить. По флоту новинок не замечено. Есть кое-что из фигурок. Для меня, как для любителя игры Rome Total War, приметились фигурки римского Центуриона и Гладиатора. В масштабе 1.16. В 72-м масштабе авиации наблюдается очередной МиГ-25. Красивый самолетик. И, судя по всему, совершенно обновленная моделька По-2. Легкий бомбер знаменитых ночных ведьм. Ну, а кто может порадоваться от души, так это товарищи, собирающие авиацию в 48-м масштабе. И здесь Хенкель 111-й Цвилинг. Сдвоенный бомбардировщик. Страшно подумать, сколько места он будет занимать в реальности. Может психануть и купить этого монстра? Также ожидается пополнение двухмоторных бобров. В этот раз B-26 Invader. Ну и няшные бипланчики, типа Глостера Гладиатор и Фалько. Вот такие дела. Я оставлю в комментариях ссылку на каталог, чтобы вы могли сами полистать. В конце каталога есть расписание выхода в свет новинок. Пишите, что вам понравилось более всего. Мне лично тот французский Тунчис. Всего доброго, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok